Сура Аль-Фатх, Победа Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Воистину, мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии, чтобы Он довел до конца Свою милость к тебе и провел тебя прямым путем, и чтобы Аллах оказал тебе великую помощь. Он тот, кто не спослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась. Аллаху принадлежит воинство небес и земли, Аллах знающий, мудрый. И чтобы ввести верующих мужчин и верующих женщин в райские сады, в которых текут реки, где они пребудут вечно, и чтобы простить им их злодеяния, это перед Аллахом является великим преуспеянием. И чтобы подвергнуть мучениям лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, думающих об Аллахе дурное. Их постигнут при вратности судьбы. Аллах разгневался на них, проклял их и приготовил для них гиенну. Как же скверно это место прибытия. Аллаху принадлежит воинство небес и земли, и Аллах могущественный, мудрый. Воистину, мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, чтобы вы уверовали в Аллаха, его посланника, почитали и уважали его, прославляли его утром и перед закатом. Воистину, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха над их руками. Кто нарушил присягу, тот поступил во вред себе. А кто был верен тому, о чем он заключил завет с Аллахом, тому он дарует великую награду. Бедуины, оставшиеся позади, скажут тебе, «Наше имущество и наши семьи отвлекли нас или помешали нам. Попроси же для нас прощения». Они произносят своими языками то, чего нет в их сердцах. «Скажи, кто властен помочь вам чем-нибудь перед Аллахом, если он захочет навредить вам или захочет принести вам пользу? О нет, Аллах ведает о том, что вы совершаете». «Но вы предположили, что посланник и верующие никогда не вернутся к своим семьям. Это было разукрашено в ваших сердцах, и вы сделали дурные предположения. Вы были пропащими людьми. Если кто не уверует в Аллаха и его посланника, то ведь мы приготовили неверующим пламя. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он прощает, кого пожелает, и причиняет мучения, кому пожелает. Аллах прощающий, милосердный». «Когда вы отправитесь за трофеями, чтобы взять их, оставшиеся позади скажут, дайте нам последовать за вами». Они хотят изменить слово Аллаха. «Скажи, вы не последуете за нами, так сказал Аллах прежде». Тогда они скажут, нет, вы завидуете нам. Но они мало что смыслят. «Скажи бедуинам, оставшимся позади, вас еще призовут воевать против людей, обладающих суровой мощью. Вы сразитесь с ними, или же они обратятся в ислам? Если вы подчинитесь, то Аллах дарует вам прекрасную награду. Если же вы отвернетесь, как отвернулись прежде, то Аллах причинит вам мучительные страдания. «Нет греха на слепом, и нет греха на хромом, и нет греха на больном. Кто подчинится Аллаху, его посланнику, того он ведет в райские сады, в которых текут реки. А кто отвернется, того он подвергнет мучительным страданиям. Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом Худдайби. Он знал, что у них в сердцах, и не спасал им покой, и вознаградил их близкой победой, и многочисленными трофеями, которые они возьмут. Аллах могущественный, мудрый. Аллах обещал вам многочисленные трофеи, которые вы возьмете. Он ускорил для вас это и убрал от вас руки людей, чтобы это стало знамением для верующих, и чтобы наставить вас на прямой путь. Будут и другие трофеи и города, которыми вы еще не овладели. Аллах уже окружил их, ведь Аллах способен на всякую вещь. Если неверующие сразятся с вами, то они непременно обратятся вспять, и затем не найдут ни покровителя, ни помощника. Таково установление Аллаха, которое уже свершалось ранее, и ты не найдешь замены установлению Аллаха. Он тот, кто убрал их руки от вас и ваши руки от них в долине Мекки, после того, как он позволил вам одержать над ними вверх. Аллах видит то, что вы совершаете. Они те, которые не уверовали, не впустили вас в заповедную мечеть и задержали жертвенных животных, не позволив им достичь места заклания. И если бы в Мекке не было верующих мужчин и верующих женщин, которых вы не знали и могли затоптать по незнанию так, что они поставили бы вас в затруднительное положение, или вы бы оказались опозоренными перед ними, или вы совершили бы грех перед ними, то Аллах позволил бы вам вторгнуться в Мекку, но Он не сделал этого, чтобы ввести в Свою милость тех, кого пожелает. Но если бы они отделились друг от друга, то мы подвергли бы неверующих из них мучительным страданиям. Вот неверующие поместили в своих сердцах заносчивость. Заносчивость времен невежества. А Аллах ниспослал Своему посланнику и верующим покой, и возложил на них, или сделал неразлучным с ними, слово богобоязненности, свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха. Они заслуживали Его более других и были достойны Его. Аллах знает обо всякой вещи. Воистину, Аллах показал Своему посланнику правдивый сон, или Аллах доподлинно исполнит сон, который увидел Его посланник. Вы непременно войдете в заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности. Вы побрейте головы и подстрижетесь, не испытывая страха. Он знал то, чего вы не знали, и предопределил перед этим близкую победу. Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями. Довольно того, что Аллах является свидетелем. Мухаммад — посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате. В Инджиле же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сиятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду. Субтитры создавал DimaTorzok